Всем доброе утро, девочки мои! Начинаю новое видео, а точнее это будет продолжение предыдущего видео. Куда я уже оделась, я вам скажу. Я собралась на рынок Донской забирать свои шторы. Но что я вам хочу сказать. Вчера я только закончила видео, только я с вами попрощалась и видео уже пустила на обработку. Лежала, отдыхала, смотрела телевизор. Смотрю на вот эту багету, которая у меня в комнате, а там были коричневые полоски. Думаю, полезу-ка я, посмотрю, из чего эти полоски сделаны. Крашеные они или это самоклейка. Колупнула чуть-чуть, потянула, это самоклейка и она так раз легко и отклеилась. Но не собиралась я вчера ничего там клеить, ничего делать. Думаю, ладно, пока повырезаю, просто с вечера уже подготовлю вот эти полосочки, чтобы наклеить туда. Того же цвета, что я и делала нише. Ну, в общем, я одну самоклейку взяла, она 350 рублей стоит. Кстати, что касается цен, я вам не сказала. Вот эта накладка на батарею, 1000 рублей она стоит. Но я не стала уже там сопротивляться, потому что на 7 секций трудно найти на самом деле. А вот на 6 секций в Леруа Мерлен, там я вам говорила, там 600 с чем-то стоит. Ну, дефицит дороже стоит. В общем, короче говоря, я вчера вот эти полосочки начала нарезать. Думаю, померяю я полосочку хотя бы одну, посмотрю, как она будет смотреться вообще. Будет смотреться или нет. Вообще, сама вот эта вот багета, карниз этот, да, он алюминиевый. И он немножко отблески и дает. Я бы, может быть, и оставила бы его таким, какой есть, в общем, чистый. Но вот эти вот блики, которые на лампочку дают, мне они не нравятся. В общем, я залезла, приклеила сначала там кусочек. Смотрю, вроде неплохо. Думаю, да и клеится, в общем-то, легко, такие полосочки там по 2 сантиметра, в общем-то. И, в общем, залезла на этот журнальный столик, быстренько их наклеила. И все. Не стала даже снимать ничего, потому что я была в ночной сорочке. И не захотела даже не сниматься, ничего. В общем, быстренько наклеила и все дела. Вот. А сейчас у нас, смотрю, распогодилось. Утром было вообще очень пасмурно. Вообще-то погода, она, конечно, мне не очень хорошо действует на меня, пасмурная погода. Я немножко, знаете, все-таки от солнышка я начинаю вдохноваться. Вдохновение какое-то появляется, вдохновение. А когда пасмурно, у меня прямо все, крылья опускаются, ничего не хочется делать. Все это делается как-то с трудом, вяленько. Бодрячка не хватает. Хотя кофе пью, но оно не помогает. Так что, девочки, я вчера сэкономила время, свое утреннее время, которое мне нужно было утром монтировать, видео, искупаться, собраться и поехать на рынок. В общем, я сэкономила себе время. Ну и пока солнышко сейчас вроде бы как чуть-чуть выглянуло, я думаю, что я, наверное, сейчас прямо сразу повешу этот градусник. Его-то вешать недолго, но потом у нас после обеда опять пойдет дождик, опять будет пасмурно. Вот так что давайте, наверное, девочки, сейчас повесим градусник и выдвигаемся на рынок. В общем, нужно клеить скотч и отдирать. Я скотчем всегда закрепляю градусник, потому что скотч иногда портится, и самоклейка портится, и он отлетает. Сейчас мне нужно отодрать там скотч или это клей, не могу понять. Ну вот, кстати говоря, вот это вот средство, которое соседка мне тогда помогла отодрать, это вот пималюкс, порошок и моющее средство. Сейчас я вот этим почищу стекло. Все, девочки, весь я скотч отодрала, градусник повесила, но все равно я все-таки его подстрахую скотчем, потому что они у меня улетают иногда. Ну, а вот он мой карниз, обклеенный, все хорошо. Ну что, девочки, я на рынок приехала, забрала свои шторы, кое-что купила, но покажу вам дома. Вообще на улице шумно, и я уже вызвала такси. Ну что, девочки, я на рынок съездила, вернулась домой. Вот смотрите, какие я купила часики. Смотрела я там разные картины, но там часы не четко видно. В общем, решила купить белые часы, чтобы были циферки четко видно издалека, при том, что там плавающая стрелка секундная, и их не слышно. А это главное. В общем, короче, мне они нравятся, все. Классика. Еще я забрала шторки. В общем, вот эти шторки, которые я купила, которые мне подшивали, это те, которые у меня висят. Эти я брала в Леруа Мерлен. В общем-то, они почти одинаковые, эти чуть-чуть светлее. Но эта ткань немножечко потоньше. Я думаю, они будут полегче висеть. Ну, практически одинаковый цвет у них идет. Я не знаю, как передается. Практически одинаковый. Чуть-чуть, только оттеночек немножечко отличается. Ну все, мои хорошие. В общем, я приехала, я проголодалась. Сейчас я переодеваюсь, покушаю, немножко отдохну. Что буду делать дальше, пока еще не знаю. Будет видно. Девочки, я с утра уже занялась стиркой. Сегодня прекрасная погода. Кстати, доброе утро. День следующий. Продолжаем. Я смотрю, уже почечки набухают на деревьях. Ну, классно, классно. Погода на улице отличная просто. Я с утра проснулась и решила запустить стирку. Пора уже их отстирать. Ну что, девочки мои. Первый заход стирки я повесила. Сейчас, прежде чем запустить второй заход, я не хочу во время стирки снимать, чтобы не было лишнего шума. Хочу вам сказать, сегодня прекрасное утро. Я проснулась. На улице солнышко. Ну, так немножко облачно. Может быть, даже дождик сегодня чуть-чуть пойдет. А может, не пойдет. Ну, до 15 градусов тепла у нас сегодня. В общем, сейчас тепло. Ветра нету. Штиль. И это очень-очень радует. Я люблю, когда нету ветра. Вот. Ну, я решила сегодня немножечко пока пошиться по дому. Позалазить в какие-то углы. Что-то перебрать. Что-то выбросить. Что-то благоустроить. Вот у меня на столе тут лежит клееночка такая беленькая. Но она уже старенькая. Я сейчас хочу заменить ее на вот такую. Прозрачная. Здесь вот две штуки. Покупала в фикс-прессе. И еще пока что не стелила. Ну, вот не доходили руки. Сейчас вот руки дошли. Постелю одну сюда, а другую, может быть, на стиралку. Силиконовая такая, как бы сказать, клееночка. Она будет меньше делать вибрацию. И вот то, что у меня стоит на стиралке. Там ящички с порошком, там с косметикой. Чтобы они не ездили, не катались при сильном отжиме. Когда у меня 900 оборотов, то они вроде бы нормально стоят на месте. Но если я, бывает, иногда запускаю больше, там 1000-1200 оборотов. У меня вибрация идет. И начинают они вот ехать, съезжать немножко. Вот я думаю подстелить туда тоже. Вот. Ну и, в общем, не буду сегодня сильно напрягаться. В общем, так по дому, по хозяйству решила поперебирать некоторые ящички. Некоторые вещи. Насколько хватит сил у меня. Сегодня у меня такая, вот знаете, как сказать, небольшие изменения в интерьере. И небольшая идет уборочка. Я продолжаю благоустраивать свое жилье. Но после ремонта всегда приятно что-то изменить. Вот, кстати, насчет фотографий. Там мне написали в комментариях фотографии в рамочку, которую я убрала из ниши. Девочки, у меня фотографии, честно говоря, надоели. Если кто-то меня смотрит давно, еще в начале, когда я только начинала заниматься блогерством, кто-то, может быть, помнит, у меня на стене, вся стена у меня была обклеена фотографиями такими. И там у меня были все, и дочка, и сын, и я, и семьи, и подружки. В общем, разные-разные фотки были. Ну, может быть, потому что были старые обои, и мне хотелось как-то их немножечко приукрасить. Вот, ну, сейчас уже эти фотки я сняла, они надоели, я же потом уже повесила всякие шторки. Ну, от фоток я уже подустала, в общем, на них смотреть. Мне хочется уже какой-то немножко минимализм чуть-чуть, и как-то немножко по-другому, чтобы выглядела комната. Люблю перемены, какие-то перемены, что-то обновлять. Тем более, вот, сама основа сделана, когда обои переклеите, уже после обоев, уже хочется каких-то обновлений, изменений, что-то чего-то. Ну, что-то меня устраивает, я менять не буду. А то, что мне где-то поднадоело, значит, я с удовольствием это все поменяю и заменю. Что касается часов, которые я повесила, новые часы я повесила на новое место. Для меня это непривычно, что они висят здесь. Я утром, когда просыпаюсь, открываю глаза, и у меня прямо перед глазами висели вот на той стене, в том углу, вот эти черные часы. Даже ночью я могла увидеть, сколько время. Ну, даже так вот, сейчас у меня такие шторы плотные, что уже и не посмотришь. Но в любом случае, как-то мне было привычно, что они у меня вот как бы вот так вот глянуло, и они здесь перед глазами. А эти, они висят сбоку, и я утром, когда проснулась, мне пришлось вывернуть голову так, чтобы посмотреть, сколько время. Но в любом случае, мне кажется, все-таки эта стена, так как она была пустая, голая, мне хотелось, чтобы на ней что-то было, и часы очень хорошо тут вписываются. А в том углу, как раз у меня штора теперь может спокойно зашториваться, ну, до конца. Там я не зашторивала, из-за того, что были часы, чтобы их не закрывать. В общем, все сделано как надо. Ну, наверное, надо будет перепривыкнуть. Перепривыкнуть. Я привыкла так, а теперь надо по-другому. Вот, ну все, девочки, не буду долго забалтывать вас. Сейчас будем продолжать делать, делать жилье лучше. Кстати говоря, батарея-то у меня была отключена уже, ну, давно уже, наверное, с неделю, так как на улице тепло, дома жарко. Но я решила сейчас батарею включить для того, чтобы посмотреть, насколько вот эта вот накладка, она насколько прогревается, и можно ли на ней сушить, ну, какие-то вещи. И вот носочки, я, вам видно, наверное, носочки я положила на эту накладку, она прогрелась, она горяченькая сверху, а звук, она, кстати говоря, ну, не горячая, теплая, не обожжешься. Вот, и положила носочки туда, прекрасно они там лежат, сохнут, то есть там можно что-то прям разложить хорошо. Вот, ну, в общем, накладочка мне нравится, смотрится хорошо, и функционал у нее тоже есть нормальный. Вот, один коврик я уже постелила, и его, кстати, не видно, он прозрачный, но классно, мне нравится, даже лучше, чем был, который. Ну, вот, второй коврик я постелила на стиральную машину, тоже он хорошо будет, ничего никуда не ездит, коробочки как раз перебрала, лишнее выбросила. Тут у меня стиральные порошки герметично закрыты, потому что я запаха не переношу порошка. Красиво. Девочки, передо мной стоит очень трудная задача, вот этот ящик я давно уже хотела перебрать и переполовинить, выбросить ненужное и освободить немножко место. Ну, вот, что тут нужно, а что тут не нужно, вот это вот очень сложно выбрать. Оно, кажется, вроде все нужно, или что-то когда-то пригодится. В общем, короче, сейчас сяду, буду перебирать, и вам покажу, что я выбрасываю, что оставляю. Ну, вот, наконец-то я порядок в этом ящике навела. Ну, и так вот немного хлама там ненужного решила выбросить, короче. Тут еще тоже есть не очень нужные вещи. Ну, например, вот для катышек вот этот механизм. Я думаю, может быть, я его отдам. У меня просто уже нету вещей, я от них избавилась, которые для катышек. Так, ну, это может понадобиться дождевик. Тут всякие брелки. Что еще? Тоже вот не очень может быть нужная вещь. Но это тоже, может быть, я подарю. Это как бы замочек Сименс. Это мне дарили, выиграла в конкурсе. Такой замочек цифровой. Но там он может заедать. Он как сувенир. Его можно закодировать, свой номер туда поставить. Но он может заедать, и очень, как бы не очень надежная вещь. И так же тоже вот у меня Электролюкс термощуп. Запакованный лежит уже 10 лет. Я им не пользовалась ни разу. Но тоже все думаю, кому бы его подарить. Вот такие бывают вещи. Ниточки перебрала. В общем, не нужно я выбросила коробочкой. Это подосвободилось чуть-чуть. Ну, а тут резинки, веревки, всякое такое всячино. Так, ну, в общем, более-менее как-то вот порядочек навела. Все упорядочила. Ну, что, девочки, достала я еще один ящик. Раз такая пошла пляска, думаю, переберу еще. Это у меня такая аптечка, представляете? Вот такая вот большая аптечка. Ну, надо перебрать сейчас. Не нужно выбросить. И то, что просрочно, тоже надо периодически аптечку перебирать. В общем, сижу я за просмотром телевизора, перебираю ящики. Ну, вот немножко сейчас звук убрала. Смотрю своего любимого блогера. Ну, вот и все. В лекарствах порядок. И вот целый пакет. У меня это с двух ящиков я набрала. Мусора столько повыбрасывать надо. Ну, что, девочки мои. Вот так вот за всякими делами день и, в общем-то, прошел. День подошел к вечеру. Я, в принципе, много сегодня дел сделала. Хотя вот сняла вроде бы немного, да? Ну, потому что я снимаю по чуть-чуть. Я не хочу вас утомлять всякими этими подробностями, что у меня в этих ящиках лежит. Не стала я там уже ничего перечислять. Самое главное – это то, что, знаете, сдвинулся пояс с мертвой точки. Потому что очень трудно расставаться с какими-то привычными вещами. Вот авось пригодится. Вот эта вот авось пригодится, знаете, как в кавычках. Вот это пресловутое. Оно все время мешает расставаться с какими-то вещами. Вот вроде бы положишь, да может пригодиться, может пригодиться. Потом вот эти вещи накапливаются, и от них трудно избавляться. Я думаю, что, может быть, весна на меня так повлияла, что, знаете, весной обычно хочется каких-то обновлений, каких-то перемен, что-то свеженькое, что-то новенькое. И я знаю, что на места старых вещей потом появляются новые вещи. Вот когда вы от старых вещей избавляетесь, то как раз освобождается место для новых вещей. И вот это я как бы держу в голове. И когда вот я любую вещь, какую не возьму в руки, думаю, надо, не надо, а вдруг пригодится. Потом думаю, ну не пригодилась она за сколько-то лет, допустим. Значит, надо ее выбросить, кому-то отдать, подарить или выбросить совсем. Но на эти места, места, знаете, святое место пусто не бывает. Обязательно что-то новенькое появится. Вот, поэтому я вот уже обновляюсь во всех местах. И я очень рада, что я свой носик засовываю сейчас вот в эти ящички, в эти коробочки, в эти углы, где у меня там вот лежит годами. И я редко, когда залезу, там что-то взять или положить. Даже вот эта антресоль, которая над шкафом, там тоже лежит и посуда какая-то старая, там какие-то баночки. Ну что-то там еще, какое-то барахло. В общем, там тоже нужно вот это выгребать прям. Прям выгребать смело-смело. Но это нужно набраться мужества, залезть туда. Может быть, когда уже займусь шкафом, как бы, я тогда уже туда залезу. Но предстоит еще там тоже уборка. И еще предстоит уборка вот там, где у меня посуда стоит. Тоже хочу повыбрасывать все ненужное, оставить просто минимум и, может быть, купить что-то новенькое. Но в любом случае я буду держать вас в курсе. Все мои обновления, все мои обновочки вы обязательно увидите. Я обязательно вам все покажу, что буду делать. Ну а на сегодня я хочу свое видео закончить, чтобы завтра утром его смонтировать. Завтра уже день следующий, будут новые дела. Вечером я внучку забираю к себе после садика. Поэтому сильно я не буду там разворачивать какие-то серьезные дела. Но может быть, что-то по мелочи буду делать. Но в любом случае завтра начну уже новое видео. И увидите новые дела, какие я делаю, каким образом я облагораживаю свою комнату. И насколько уютненько у меня теперь становится. Все, девочки, прощаюсь с вами. Пишите комментарии. Комментарии я читаю. На комментарии отвечаю. С удовольствием. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Спасибо за добрые слова, за поддержку. Меня это вдохновляет. Ну на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok